14 апреля 2021 года. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы снимаем выпуск блога «Святая Земля сегодня», посвященный Дню Независимости Израиля. Завтра, 15 апреля, наша страна будет праздновать свой 73-й день рождения. В Израиле все необычно, и поэтому День Независимости здесь тоже празднуют совершенно не так, как это делают в других странах. Начнем с того, что здесь праздник идет не один день, и существует масса своих традиций, обычаев, я даже не побоюсь сказать, это обрядов, связанных с этими днями. Кроме того, этот День Независимости – первый, по сути дела, народный праздник после выхода Израиля из последнего локдауна и после довольно значительного снижения количества заболевших коронавирусом у нас в стране. Что же будет происходить на улицах, что будут делать люди, как праздновался этот праздник в былые годы и в чем будет отличие в этом году, обо всем этом вы узнаете в этом видео. День Независимости Израиля – это тот день, в который Давид Бен-Гурион провозгласил основание государства Израиль. Это пятое число еврейского месяца Ияра. По нашему европейскому календарю даты бывают разные – в апреле или мае. Но начинается все накануне, с Дня памяти – Йом Хазикарон. Йом Хазикарон, в свою очередь, празднуется также с вечера. По всей стране готовится уже к разным мероприятиям в память о погибших солдатах, героях и также о жертвах террористических актов. Все они считаются как жертвы ради того, чтобы страна могла процветать. Поэтому накануне Дня Независимости помним о тех молодежь, о героях, которые пожертвовали свою жизнь. Вот тут, например, командир Нехамья Коген – человек, воин. И в честь него построили разные образовательные, подготовительные такие корпуса для подготовки молодежи к служению в израильской армии. А вот у пруды султана также будут разные церемонии, в том числе не только концерты, но также и такие церемонии, куда собираются и родственники тех жертв, и родственники тех солдат погибших, и просто люди, которые хотят послушать приятную, грустную музыку, чтобы вот грустеть вместе тоже удобнее. Вот тут какие-то патриотические израильские песни. «Ein li eret saheret» – «У меня другого родины нет» поет. Ну, если честно, я уже не то поколение, но я думаю, что это очень какая-то знаменитая из Тель-Авива молодая певица. И вот репетиции закончены, начинаются вечерние концерты в честь Дня памяти, «Йомазайкарон». Поются действительно, как Рафаэл и сказал, печальные песни, песни о расставании, в том числе о смерти, о несчастной любви. Ну, что ещё могут петь наши израильские популярные исполнители? У всех должно быть такое очень драматическое, грустное такое настроение, знаете, такая вот страстная пятница. Вот с этим можно сравнить, потому что завтра, в этом году, это 14 число, среда, это День памяти, когда будут возлагать венки к памятникам, когда все будут вспоминать усопших. И те, у кого кто-то погиб в войне или в терактах, ну и те, кто просто хотят участвовать, разделить со своим народом вот эту скорбь. Концерты закончены, мероприятия закончены, на Иерусалим опускается ночь, вторник, вечер, и очень трогательно видеть памятники, памятники погибшим солдатам. Вот они ещё стоят без цветов, и вот такие оставляют записки. Для всех воинов, защитников района Абутур, завоевателей Абутур, мы храним вашу память, вы очень храбрые все солдаты, любим вас всех. Эта стела стоит в память о воинах, погибших на этой точке в 67-м году, в шестидневной войне за Иерусалим. Тут написано «Отряд 163-й Иерусалимской дивизии» и имена погибших солдат. Наступает День памяти, и по-другому выглядят сами памятники. Около каждого из них венки из живых цветов, проводятся какие-то мероприятия, церемонии, на которых пожилые люди делятся своими воспоминаниями об участии в военных операциях Израиля разных лет, обязательно стараются передать это молодым, присутствуют, конечно же, армии военнослужащие израильские. Таких памятников вообще и по всему Иерусалиму, и в других городах Израиля великое множество. Это и точки, где проходили какие-то военные действия в одной из войн, это и места, где люди погибли в результате терактов. Ну, а это площадь Давидка, самый центр Иерусалима, где стоит вот такое орудие Давидка, изготовленное в 48-м году руками израильских солдат, можно сказать, самодельная пушечка, которая сыграла важную роль в войне за независимость 48-го года. И здесь мы видим необычный памятник и венок в честь жертв авиакатастрофы в Нидерландах. Так что, видите, в этот день вообще отдается дань всем усопшим. Израиль – военная страна, поэтому в этот день к памятникам приходят обязательно экскурсии школьников. Школьники подходят ближе к памятнику, читают имена погибших солдат. Это религиозная школа, поэтому они также совершают молитву об усопших. Самым же главным событием Дня независимости является, конечно, сирена, которая звучит в 11 утра в память обо всех погибших в разных израильских войнах солдатах. Надо вам сказать, что израильтяне относятся к этому очень и очень серьезно, чему свидетелями вы сейчас и станете. Тем временем в разных пунктах в Иерусалиме и в стране идет работа, уже подготовительная работа, сам праздник День независимости. Разные мероприятия, которые откроются в разных стадионах, на площадях. Это площадь Сафра около русской постройки, около Троицкого собора как раз. Это место, кстати, тоже важная стратегическая точка, завоеванная Израилем в 1948 году. Это холм возле старого города. Ну и, конечно, это главная площадь Иерусалима, площадь Сафра возле Иерусалимского муниципалитета. В былые годы, в День независимости, здесь все выглядело совершенно не так. Никаких стульев здесь нету, просто были какие-то артисты, которые выступали на сцену, а никаких стульев нету. Но из-за ковидных ограничений обязательно надо иметь стульев, нельзя стоя стоять на концертах. И еще, что было написано, что все эти места, много из них уже забронированы. Также я сам пытался заказать себе билет, чтобы можно было бы и вам показать, наших артистов и так далее. А дело в том, что как только я вошел на сайт, оказалось, что билеты по приглашению и те билеты, которые были, правда, за небольшую сумму, некоторые из них даже в некоторых мероприятиях бесплатные, но тут как раз был платный билет. То, что первый раз на День независимости я вижу, что в муниципалитеты продают билеты за деньги, но еще билеты были не в наличии. Значит, только для каких-то приближенных к муниципалитету, к правительству будет возможность видеть все эти артисты. День памяти подходит к концу, наступает канун Дня независимости. Как вы видите, народ выстраивается в очереди около тех мест, где будут проводиться мероприятия. Кстати, не сказали еще одну интересную вещь, но вы, наверное, заметили. В Израиле даже государственные праздники празднуются как религиозные, то есть с вечера накануне. Так вот, мы находимся в парке Тедди, напротив стен старого города, возле Явских ворот. Здесь собирается публика для обряда разделения, вот так это называется, Текис Ха Авдала. Это взято, опять же, из иудаизма, когда заканчивается суббота и наступает новая неделя. И на фоне этого создали действительно свой, очень своеобразный обряд, который мы сейчас немножко вам покажем и расскажем. Но пройти в парк Тедди невозможно. Во-первых, нужно специальное приглашение, а во-вторых, зеленый паспорт. Это было условием для прохода на все вообще мероприятия в этом году, связанные как с Днем памяти, Йомазы Корон, так и с Йом Ацмаут, то есть с Днем независимости. Это действительно очень-очень для народа необычно. Ну и вот мы видим тех счастливцев, которые прошли на это мероприятие. Это в основном репатрианты из Америки, потому что тот обряд, который мы показываем сейчас, проводит общественная организация репатриантов из Америки. Вот эта сама идея перехода от тьмы к свету, от смерти к жизни, от горя к радости, очень, конечно, напоминает христианство, Страстную Пятницу и Пасху, Воскресение Христово. Случайно это или нет, сейчас для нас с вами не так важно, но факт остается фактом. Вот этот обряд Авдалы, обряд перехода от Дня памяти к Дню независимости, конечно, имеет какой-то такой странный, не канонический, с точки зрения иудаизма, но религиозный смысл для светских граждан Израиля. Сам обряд состоит из чтений, речей, молитв и, конечно, песен. Гораздо живее этот обряд разделения проводят верующие евреи. Ну, нужно оговориться, что ультра-ортодоксы вообще не празднуют ни День независимости, ни День памяти. А вот те евреи, которые относятся к более, скажем, светским течениям в иудаизме, очень даже празднуют. Это называется у нас реформистский иудаизм. Да, кроме ультра-ортодоксов есть и просто-ортодоксы, и также есть и другие общины, как, например, вот эта община, которая вот сейчас будет молиться. Одно из молитв, новообразованных молитв 20 века. Это молитва, которую составили раввины специально в 20 веке для новообразованных государств Израиля. Там есть молитвы о родине, молитвы о солдатах. Это молитва «Эль Мале Рахамим». На все военные солдатские кладбища или на все похороны всегда поются, нараспев эту молитву. Это очень трогательная поэтичная молитва, в которой говорится о том, что Бог Всемилостивый возьмет под свой покров усопшего. И есть в этой молитве и надежда воскресения, спасения человека в жизни вечной. Вот так интересно. После молитвы зачитываются имена погибших в разных войнах и терактах солдат, которые являются родственниками членов этой конкретно иудейской общины. Будут петь разные тоже грустные такие молитвы, которые при этом находят отклик в коллективной памяти всех израилетян и евреев, в том числе любимая песня «Эли, Эли». Это звучит как «Эли, Эли, Ламаса Вахфанида». Это песня, стих, которую писала поэт Хана Сенеш. Она была поэт из Венгрии, еврейка из Венгрии. Но также она вот такая, как мученица считается, как героиня, как Зоя Космеденянская, скажем, в СССР. Также и Хана Сенеш. Она волонтировала, чтобы ее отправили на парашюты в Германию, чтобы воевать на стороне англичан против немцев. Вольно летела в Германию, чтобы спасти, бороться против фашизма. И была умучена и убита. И вот песня «Берег, пляж Кейсари» – один из самых любимых у израилетян. Там о Боге, о красоте, о природе, о надежде, о молитве, о вере в человеке. И вот песня «Берег, пляж Кейсари» – один из самых любимых у израилетян. Ритмы и мелодии становятся все веселее. Наступает момент перелома, момент перехода от тьмы и скорби к свету и радости. «Господь, крепость моя и сила моя, Он был мне спасением» – вот что поется. Это исход, 15 глава, 2 стих. Да, созданию государства Израиль придается религиозное значение. Это нужно понимать для того, чтобы понимать это государство. Это очень важная сторона психологии нашего общества, идеологии нашей страны. И если не понимать этого, то вообще невозможно понять Израиль, невозможно понять людей, которые здесь живут, и те процессы, которые здесь происходят. Финальная часть обряда разделения – это часть обряда разделения. Чтение декларации независимости государства Израиль. Религиозные общины читают это нараспев, как священное писание. А что же творится тем временем по телевизору? Вот мы сейчас с вами переместимся к нам домой и увидим наших детей, которые прилипли носом к экрану, ну как и положено детям в дни официальных праздников. И вот вам израильский телевизор. Главная церемония Дня независимости Израиля бывает в гора Херцель, Хар-Херцель. Туда приглашают все наши чиновники, президенты, премьер-министры, политики, иногда и гости из-за границы, те израильтяне, которые имеют приглашение или которые смогли туда попасть. После поминовения усопших воинов полагается речь премьер-министра. В этом году вместо речи нам был предоставлен изумительный клип, в котором рекламировались прививки, научные достижения Израиля, дружба Израиля со всеми народами, наши замечательные фрукты и овощи, в частности помидорки шери. И Беньямин Натаньяху снял маску с Теодора Герцеля, наверное, ознаменовав этим победу Израиля над коронавирусом. Ну, дай бог, чтобы оно было действительно так. В общем, этот клип прославлял нашу страну и нашего премьер-министра, который героически победил наш народ в четвертых выборах. И эти выборы, скорее всего, не последние. Да, дело в том, что правительства еще официально нет, поэтому в этом году еще Биби не мог выступить как отец народа или как лидер, потому что в коалиции пока правительства нет. Так что попытка превратить День независимости в День победы Беньямина Натаньяху на выборах – это, в общем-то, креативный, творческий проект, очень удачный, но от истины пока что далекий. После премьер-министра нас поздравил сам господин Файзер. Дальше идет обряд зажигания факелов, в котором участвуют особо отличившиеся граждане. Это и потерявший в теракте свою дочь отец, организовавший общественную организацию, которая помогает жертвам терактов, и героически проявивший себя на работе в больнице врач и медсестра, кстати, арабы-друзы по национальности, образцово-показательная полицейская из эфиопов, школьница, которая относится к тоже такой общественной благотворительной организации, верующий старый йеменский раввин. Все они зажигают факелы во славу своих детей, внуков, учеников, подопечных, пациентов, и обязательно в конце заканчивают и во славу государства Израиль. После этого был очень красивый парад знаменосцев. Знаменосцы несут знамена разных дивизий и отрядов израильской армии, и выстраивались они в этом году во всевозможные интересные фигуры. Нас особо впечатлило вот это. Эта фигура изображает шприц с прививкой, о чём нам и сообщил красивый голос диктора с экрана. И, как вы видите, выстраиваются циферка 1, циферка 2, две прививки, и коронавирус бежит без оглядки. Ну а потом, как и положено, начался праздничный концерт к Дню независимости и праздничный салют. Салют у нас бывает из разных парков в Иерусалиме, ну и по всей стране, разумеется. И народ старается в эти парки собраться для того, чтобы посмотреть поближе. Мы делегировали папу с нашими старшими девочками, которые не спали ещё в 11 ночи и наслаждались вот таким вот фейерверком. Ну вот и утро праздника, День независимости. К празднику люди готовятся у нас заранее и покупают вот такие баллончики с искусственным снегом. Скоро вы увидите, что с ними делают. Ну, конечно, флажки, дуделки и вот такие молотки. Ну, дуделки, это понятно, чтобы дудеть, да, такой вот способ выражать свою радость. А вот для чего нужны молотки, об этом вы узнаете в конце видео. У нас нет традиции военного парада в День независимости, но есть самолётный парад, то есть воздушный. И вот народ к полудню стекается в парки на открытые площадки, чтобы полюбоваться израильскими самолётами, которые будут летать над Иерусалимом. Мы вам обязательно это покажем. Самая же главная традиция Дня независимости – это жарить в этот день шашлык. Её соблюдают и млады стар, люди всех абсолютно поколений. Наши русские репатрианты даже прозвали День независимости «Всенародный день шашлыка». Каждый ищет себе местечко, местечко уже не так много осталось. Ну, а в ожидании самолётного парада детишки осваивают баллончики с искусственным снегом. Вот такие горки можно сделать в жаркий апрельский израильский день. Ну, а вот и первые красавцы. Это вертолёты. Первыми летят военные вертолёты, полицейские вертолёты. Есть специальная аппликация в телефоне, где можно посмотреть их название, почитать о них интересную информацию, что и делают мужчины. Ну, а следом за вертолётами наступает очередь самолётов. Здесь не только военные, здесь также и сельскохозяйственные, и пожарные самолёты. Вот они-то понравились нам, и только нам, по-моему, больше всего, потому что делали в воздухе совершенно невероятные трюки. Давайте посмотрим. Вообще, Израиль славится производством военной техники. В общем-то, это главная статья дохода нашей страны. Это беспилотники, это всевозможные радары и навигационные системы, противоракетная оборона воздушных судов, ну и прочие разработки и новейшие технологии в области военной техники и оружия. Завершают парад бомбардировщики и истребители. Глядя на эту пёструю гуляющую толпу, создаётся впечатление, что празднует буквально весь народ. Это не совсем так. Здесь не хватает довольно большой части израильского общества. Это прежде всего ультраортодоксальные евреи, ну и, конечно же, арабы. Евреи-ультраортодоксы не признают государство Израиль, считая его светским, считая его недостаточно кошерным и верят в то, что настоящее государство Израиль создастся только тогда, когда придёт Машех, то есть Мессия. Что же касается арабов, понятно, что 1948 год стал для них чёрным годом в истории Палестины. После провозглашения государства Израиль начинается война за независимость, в ходе которой десятки тысяч арабов потеряли свои земли, свои дома, были выгнаны из страны, даже погибли. То есть для них это день не радости, а скорее печали, день, в который их надежды на собственное государство Палестина рухнули. Большинство магазинов в городе закрыто, ну, потому что выходной должен быть у всех, и у продавцов, и у хозяев. Мы находимся на улице Беннегуда, это пешеходная улица, центральная. И, как видим, даже в кафе не так много людей, потому что это праздник семейный, и люди больше любят проводить его вот так. Все парки, все пустыри, все скверы заняты жарящими шашлык семействами. Некоторым не хватает места, поэтому жарят даже в таких экстравагантных местах, ну, или, прямо скажем, при дороге. Ну, вот это, пожалуй, всё, что мы хотели рассказать вам сегодня. Праздник продолжается и продолжается, и будет продолжаться до самой ночи, тем более, что завтра пятница, и у многих людей выходной. А-а-а! Спасибо, дорогой, и тебя также. Стоп-стоп-стоп-стоп, подождите, не спешите писать комментарии о том, что мы не уважаем государство Израиль и издеваемся над ним. Это совершенно не так. Это не сатира, это на самом деле, вот, правда, такие большие молотки, я не помню с детства, у нас были более маленькие, но вот это знак дружбы, что ударяешь молотком об голову, да? Это что-то очень связано с израильским юмором поколения 1948 года, и они как раз в конце 70-х изобрели это в виде пластмассовых молотков, которые стали особенно популярны в 80-х. Ну и сейчас в Израиле иногда некоторые, кто помнит старые традиции, поздравляют друг друга с Днём Независимости вот таким оригинальным способом. Так что вот вам тоже, вот, можно тоже. Ну, а мы прощаемся с вами и обещаем выходить в эфир как можно чаще. До свидания, друзья! До свидания!